Субтитры подогнал «Симон» 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 «Все треба доехати» «Ви ж народились в Турція?» «Я в Турція, в Полонинах «Моя мама родилась в Лісі теж», Но вона не умела, неграмотна была, в школе не было, там лисы, вона кресики, пейте, пейте, ну, это было, это было. А отец? Ну, отец до этого был в империалистичном, то он взлякался в Мадяровне, кто-то спевчувал казакам, а он спевчувал казакам, тих вишали. То он взлякался только в Россию, а там наступила революция, он слушал этого лисого, Ленин обещал, что будет земля, а то все слушайте, вы готовы идти в бой. Ну, там он 7 лет тоже взбухал там, ну, а потом его отпустили на Батьковщину туда, а это была тут Польша, Юзик Присуцкий тогда керувал. Вот. И, естественно, его отмечали с церкви, на фене, пейте, потому что он уже надыхал, этим духом трохи, но появился. Вот, он такой, в общем, неграмотный тварь работы, никуда. А вас школу дали? А вас уже хотели, чтобы вы училися, да? Ну, как сказать, что у нас жизнь, ну, тут легко, потому что земля рающая, а мы жаждали землю, нам дай землю, лопату и больше ничего не дай, тихо не мешай, вот. То тяжело было, ну, 7 лет, это не такое детство, что проходило, что надо было орать корову. Ну, выживали, потому что человек, вы знаете, что это мое, мое, оно надихало на то, что приумножить, ну, 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 ну. И вот так то было и сказали, значит, паном не будешь, лопака, земля. То я крючком, где хулина, где хулина, сибильная, чтобы никто не видел, там, почитал, там, Коперник, там. А вы, ну, а учили грамоти, училися же? Ну, трохи учил. Уходили до школы? То читал, там, геоцентрично было, так говоришь, что земля, это куб земли, а это крутится. А потом геоцентрично, там, немец, это все цикало, конспектуле я, анатомию, физиологию достал, якусь так уведу. Ну, что так крючком, а чтобы никто не видел, потому что соромно люди проживали, а тем лишь читали. Ну, ну, не дуже батьки хотели, коли не шел в школу, то они были рады, потому что работа, ну, да, колготрепасы, там, дрова носить, треба ухаживать. Ну, работа, кошечки пустил, хозяйки попробовали. А когда советы пришли вам, сколько было? Ну, в 1939-1927 годы. То же помню, так и доброе, мы встречали с хлеба столя, но потом оказалось, что каждый ночь, кто в церковном хории спевал, немало. Хто здесь, мало ли, трошки больше працював, а не лядачим был, то уже куркульно, третий разкурашивать, это, как классовый еврат, это уже с пережитками капитализма, его нужно кататься. Так, а как сталося, что вы попали туда, на Камчатку? А я, вот, как поедем, он не знает, я хочу, у вересня 44-го нас у вересня забрали, это такое село Шумиш разу, фронт проходил, ну, тогда готовили на операцию, и была такая Карпатско-Ужгородская операция. Карпатский капкан, как он назывался? Да, 18-го по 28-го годы, то у нас в вересня там короткий двойник корид, биле военкомата это не делал, но мы, без всего, на поляне, в лесах, мы там проходили вот эту подготовку. А потом я попадаю в 73-ю дивизию, 205-й полк, полевая почта на 95-39, вот, это зенитная артиллерия, мне считали, что я грамотный, я записал 7 классов, это уже хорошо, то есть, это грамот, и полковник засыпает четырьмя классами, то есть, что он проявил себя в бою, и ему джазбетку, 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 то я с ними, и с заходом, попали на японский фронт в Вершение, вот, а после Японии уже разгромили, перевели нас с Унгуна, Унгун, Хабаровск, 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 Восток, на вторую речку, а потом на Камчатку. И 45-го я, по 50, просто там дембулизация, там, там полевые умовы, там никто казал, а нам не было, на чем флегматики гинули, вот, кто рухался, кто не выживал, потому что у нас с ним, как же, спали, с ним укривались, и я пришел до выяснения, что школа, в высшую сбою, так вот, дают знания, это специалисты, а разум, культуру дают родители, а там, что заложено, и что, дебил, то ты учил, не учил, он таким будет. Если бы он закончил в 12-м году, то у меня есть сусид в райкоме, работал, лектор, и сам себе визначаешь, что он самый разумный в полном, он так в райкоме решили, по каким вы то критериям визначали, по каким критериям. Ты выпиваешь в школе, вимагаешь, ты репет, вимагаешь, не поставь, батько не згорел, участвовал, я тебе двойку поставил. Это что, разум, ты от меня, я еще работал в школе, вимагал костюм, то, то, иначе помнишь, ты направляешь с райкома, меня весь час переверли. Я чихал на эти переверки, не справляюсь, выганяйте, но я пить не буду и носить кому-то там ничего, я не буду. Как мне это не было, то это что, разум? Вот я и говорю, то что заложено батьками. Ну давайте, чтобы наш Бог-украинец, и разумный, и культурный, и 100 лет без ремонта, ну, много от нас залежит. Не попадайся на медицину, який готов зафиксировать факт, а добиться химии цей храм. Ну что, те лекарь, чтобы не выписывал банк, разумный химии, чтобы потратили и гроши, и спал конученца. Я втягив из них, я тоже попадал сюда. Мне признали и рак, и туберкулез, и сердце, как в целительной старухе. Мне кажется, насколько растянут, что мне состояние металковой порции крови волокон. Я говорю, это все, знаете, субъектов, это важное. Это важное, вот такие, бачения. А мое бачение, вот там, что мне заложила мама моя, у меня совсем ище бачения. Вы знаете, я с природой, я вошел на природу, я любуюсь, я наросте, я сал на голову. Что-то там турбует меня сердцем. Я сал на голову, ну, в два раза больше получаю кормежки, потому что, если стоять на ногах 70, я уже не могу. 70 кубических сантиметров, а я сал на голову 140. В два раза больше получаю. Небезпечно, конечно. Сусуд, если ты поднимаешь, сусуд удобно, люди не имеют. Но я прошел цернистый шляп. Мне деваться не было куда-то. Я продолжил. Меня поднимал Саша. Бачили. Работа. Говорю, кружите. Поднимался ты. Я не переношел. Это не день, не доба. Лежать не можно. Она крутится. Ходить не можно. Падаешь. А я стою на голову. А я стою на голову. А я стою на голову. Або сдохну. Або цей організм, храм, зникнет. Або я заставлю его адаптуватись. И занятись, чтобы он занялся саморегуляцией. Саморегуляцией. И я все-таки добился, что я адаптувался. Я стою по 10 раз зараз. Я спеваю. Я получаю здоровь. Великое здоровье. Я стою на голове. Я в космосе. Я в космосе. Это глупо. Людина делает глупо. Дуже. Как ты пойти в другую страну? Подивите на эти очи. На эти обличия. Те, что стреляют. Воюют. Какой журсокий. Подивился в очи. Я вижу его душу. Я вижу, кто он такой. А почему? Питается. Ну, снова. Он такой. Он такой. Он такой будет. Его не переконаешь. Менять надо. Менять надо. Все там надо. Там надо начать не с войны. Путину. А начинать здорового способа життя. Дать людям. Чтобы меньше брашку тупили. И напився. И песню. Орет. И у него хатова. Ему тринь трава. До работы. И там дальше. Вони только воювати. А где? Вони воювати хотят. А почему? И дальше глушат. Оцей. Оцей. Непотреб. Оцей. Непотреб. Оцей. Родится. Пошло. Оцей. Оцей. И пішло. И пішло. И пішло. Они без будущее. Такая страна без будущее. У нас. Я хотів. Тоже є. Багато. Валяються. Будьте люди. Ми розумні. Ну вы ж на Украине живете. Ви ж в Украине. Ну давайте будем. Дбати про Украину. Ну чим можем допомогти? Будем можем допомогти. Здоровий способ життя. Чтобы наш Украин, я кажу, родился. Розумним. Культурним. И не меньше 100 лет прожив. А? Плаваю. Намагаюсь. Плаваю. Дуже мне допомогло. У Радиколі. Потому что я набув собі хороший Радиколі. На Камчатях. Хороший. Я не знал. Бачим сюди результат. Досвіда. Потому что раньше, когда стон тебе привело, воно там потіє. А раз потіє, уже околоження йде. Противопокатом. То я досвіда. В стон тебе что ж не сходить. Або тепло літо. Я брасом. Брасом только. То я десь пів години, годину. Виходить в тіло таке. И вы знаете. Вило. Да. Абсолютно. Да, да. И помогло. Вот эти процедуры. Товарищи. Мы сьогодні собрались для того, чтобы решить вопрос о производстве столи на душу населения. Мы должны Америку догнать и перегнать. Мы это можем сделать. Мы это делаем. До свидания. 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 не твой мочи, то не мочи особо.